Dark Souls очень суровая франшиза, как и её фанаты. Сегодня GameRanks представляет вам 10 безумных поступков игроков в Dark Souls. Номер 10. Шрек. В Dark Souls команда из трёх созданных персонажей, напоминающих различных персонажей из Шрека, включая осла и кота в сапогах, предлагают людям просто посидеть в болотах. Большинство людей не хотят сидеть в болотах и начинают с ними драться, к сожалению для них. Шрек очень хорошо играет в Dark Souls. По большому счёту, Шрек избивал всех, кто бросал ему вызов, и делал это с помощью очень огромной дубины. Иногда в видео происходили и другие забавные моменты, когда, например, кот в сапогах и осёл вышли на кое-кого из засады, а он решил присесть с ними на болотах. Они, наконец, установили мир. Номер 9. Один игрок читерил в Dark Souls и всё это дело стримил. Тем не менее, его не забанили. Мало того, что его самого не забанили, так он ещё и заявлял, что сам может давать софтбан другим. Если вы не знаете, как это работает, то в Dark Souls 3 есть место для тех, кто получил софтбан, где они все и играют. Они не могут взаимодействовать с другими людьми, которых не забанили, однако по-прежнему могут взаимодействовать между собой. По сути, это рассадник подонков и негодяев. Нет никакого подтверждения, что кто-то может выдать софтбан, они просто заявляли, что могут. И всё же, они могли читерить без конца и края. Это говорит о том, что в то время, когда это происходило, с читерами не слишком успешно боролись. С тех пор с этим делом у них пошло получше, и это уже гораздо меньше обсуждают. Хотя определенные проблемы ещё остаются. Номер 8. Один кожевник-дизайнер с Девиантарта по имени Азмол создал полный кожаный доспех, вдохновленный Арториасом. И это просто удивительно. Это интересно, поскольку благодаря коже броня выглядит ещё круче, и в то же время она по большому счёту выглядит как металл. Хотя из-за того, что она не сильно отсвечивает, как большая часть воссозданной брони выглядит естественней. Это действительно круто и восхищает удивительное внимание к деталям. Номер 7. Художник комиксов по имени Дарк Лестер Комик создал очень крутой комикс по Дарк Соулс, в котором много экшена. Он нарисовал кучу артов по Дарк Соулс, используя мало цветов. Благодаря такой простой цветовой палитре с оттенками красного, комикс выглядит суперски. Я не перестаю удивляться людям, которые способны рисовать на таком уровне. Я не имею никакого отношения к индустрии комиксов, но эти ребята любят свою работу, и они очень хороши. Посмотрите на его творение, у него есть очень крутые работы. Также у него есть и патреон, если вы фанат комиксов, можете его поддержать. Номер 6. Иногда люди очень стараются сделать кинематографические версии игр Дарк Соулс, используя материалы игр. Так делали многие люди, но некоторые преуспели гораздо больше. Например, Moonlight Butterfly на Ютубе просто мастер монтажа. Он использовал взломанную камеру и заручился помощью других людей, которые играли с ним по сети. Вообще, это очень умелый человек, который сделал множество красивых и приятных фильмов из игровых диалогов и событий. Поразительные способности. Номер 5. Один человек потратил 10 месяцев на обратное проектирование Дарк Соулса, чтобы создать невероятно хороший в боях искусственный интеллект. Он назвал его королем, и король очень крут. Если вы посмотрите видео, где люди пытаются победить короля, то обратите внимание, что король играет как профессионал. Король, естественно, не неуязвимый. Его возможно победить, и вы можете даже найти видео, где люди это делают. Автор использовал Cheat Engine, чтобы его создать. Естественно, у вас просто так не получится вынуть исходный код из игры, поскольку он принадлежит From Software, и они не выкладывали его в открытый доступ. Поэтому Cheat Engine можно использовать только с помощью отладки и сканирования памяти. Он использовал эти данные, чтобы написать скрипт, который может проецировать очень мощных искусственных оппонентов. На это потребовалось немало усилий, поскольку это даже не самая новая игра по Дарк Соулс, и она не была таковой на момент создания короля. Хотя это всё равно очень впечатляющее достижение. Номер 4. Один чувак прошёл всю серию Дарк Соулс, не получив ни одного удара. Стример по имени The Happy Hope всех очень сильно удивил. Он не просто сначала прошёл первый Дарк Соулс, не получив урона, а затем второй, не получив урона, а затем третий. Конечно же, ему прилетало. Но как только он получал урон в течение любой из игр, он возвращался к началу всей серии. То есть, фактически, он прошёл всю серию, ни разу не получив урона. Был один момент, когда удар в него всё же прилетел. Так вот, он вернулся к самому первому Дарк Соулсу и начал всё с самого начала. Хидатака Миядзаки удивился этому, когда он прошёл ещё первую игру, не получив урона в 2016 году. Теперь же он прошёл всю серию. The Happy Hope стримил все свои прохождения. Это не уловка, люди наблюдали за этим крутым событием в прямом эфире. Просто невероятно. Номер 3. Несколько фанатов потратили немало времени, воссоздавая механику и стилистику Дарк Соулс на Unreal Engine. Например, человек по имени Бен Роуч воссоздал некоторые области из Дарк Соулс на Unreal Engine самостоятельно. Он сам сделал модели всех объектов, не вытаскивая их из игры. И это выглядит просто удивительно. Они очень напоминают саму игру и зачастую обладают хорошим освещением. Другой же человек решил воссоздать боевую систему и сделал босса на Unreal. Отзывы о его работе крайне положительные. Удивительно, на что способны целеустремлённые люди. Номер 2. Существует рекорд Гиннеса за самые альтернативные методы для прохождения Дарк Соулс. Его держит Бенджамин Берзли Гвинн, и он прошёл игру на девяти разных контроллерах. Он прошёл его на контроллере V, что не так странно, а также на миди-клавиатуре. Если вы умеете с ней обращаться, то миди-клавиатура не будет проблемой. А вот Бонго Донки Конга это уже интересно. Он также прошёл игру на игровой гитаре с игровыми барабанами. В большинстве случаев он мог просто назначить клавиши, используя определённые программы. А вот для Бонго ему пришлось самостоятельно писать программу, и она переводила то, что он делал с Бонго. Дело всё в том, что там толком нет никаких кнопок. Это один из наиболее удивительных мировых рекордов, и это чертовски круто. Номер 1. Один старый человек проводит свои звёздные годы, бесконечно убивая и умирая в Дарк Соулс. Его зовут Киёши Касан, и он из Японии. Киёши говорит, что если вы боитесь смерти, то вам не стоит играть в эту игру. И это в 80 лет, столько ему было на момент интервью. Сейчас ему должно быть уже 82. Очень необычная игра для такого возраста. Каждый раз, когда вы что-то делаете не так, вам в лицо выдают фразу «Вы умерли». Я представляю, что в 80 лет нужно не просто не бояться смерти, а также обладать и особым чувством юмора. А что самое безумное вы знаете про Дарк Соулс? Встретилось ли вам это в списке, или вы где-то что-то подобное проходили? Пишите свои комментарии под видео. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк. А также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Как всегда, всем спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.